Итак, ребята, сейчас давайте с вами посмотрим, каким же образом можно любое число, записанное привычными нам цифрами, представить в виде двоичного кода, то есть сделать его понятным для компьютера, потому что, как мы уже знаем, двоичный код это язык, на котором разговаривает, можно сказать, компьютер. Для этого есть специальные правила, специальный алгоритм, и вот я рекомендую вам уже в седьмом классе научиться это делать, потому что дальше никуда мы от этого не денемся, постоянно будем переводить числа в двоичные коды, потому что везде это будет нам встречаться, в том числе и на экзамене в девятом классе это понадобится, и в восьмом классе мы будем очень много это делать, поэтому предлагаю вам сейчас как следует это запомнить. Давайте возьмем совершенно любое произвольное какое-нибудь число, например, число 25. Привычное нам число 25. Представим его в виде двоичного кода. Для этого делаем такую интересную запись. Рисуем столбик, делим на 2. Теперь смотрите, вот это число 25, оно не делится на 2, без остатка. Ближайшее число к нему, которое делится на 2, это 24. Вот так записываем. Потом вот так проводим, и сюда пишем остаток. 25 минус 24 будет 1. А вот сюда записываем результат. Сколько будет 24 разделить на 2. Это будет 12. Вот понятно, откуда что взялось, да? Сюда ближайшее, которое делится на 2. Сюда остаток, сюда результат. А теперь дальше мы столбик продолжаем. И все то же самое делаем с числом 12. 12 делится на 2. Значит, мы просто его записываем. И остаток уже будет 0. А сюда результат 6. Теперь то же самое делаем с числом 6. 6 тоже у нас делится на 2. Значит, сюда остаток 0. Сюда результат 3. 3 продолжаем так же делить. 3 у нас не делится на 2. Ближайшее это 2. Остаток 1. А здесь 2 разделить на 2. 1. Вот смотрите, да? Вот такая лесенка у нас получилась. Теперь что мы с ней делаем? Смысл-то в чем был? Чтобы получить все вот эти остатки. Единички и нолики. Только теперь их нужно правильно записать. Их нужно все выписать. Только с конца, начиная вот с этой вот последней. Она тоже считается. Значит, будет 1, 1, 0, 0, 1. Вот. В принципе, ничего сложного. Но давайте еще сделаем один, чтобы закрепить. Возьмем какое-нибудь число побольше. Ну, например, 109 как номер нашей школы. 109 на 2 не делится. Ближайшее это 108. Правильно? Так, 109 минус 108. Остаток получаем 1. А сюда записываем, сколько будет 108 разделить на 2. Это будет 54. Так. 54 делим на 2. 54 на 2 делится. Остаток 0. А сюда результат 27. 27 на 2 не делится. Будет 26. Остаток 1. А сюда 13. 13 на 2 тоже не делится. Сюда пишем 12. Остаток 1. Сюда 6. 6 на 2 делится. Остаток 0. Сюда 3. 3 на 2 не делится. Сюда 2. Остаток 1. Сюда 1. Ну, и вот. Теперь все вот эти остатки внимательно переписываем, начиная вот с этой единички. То есть это будет 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1. Вот. Ну, можно вот так записать, указать маленькую двоечку. Это означает, что число в двоичном коде записано. Вот. Это вам нужно будет сделать самостоятельно. Давайте я вам спишу, какие числа вам вот таким же образом нужно перевести в двоичный код. ДЗ. Значит, переверите, пожалуйста, в двоичный код число 150. Это будет первое. Так. Число давайте 127. И число давайте просто 100. Вот такие вот три числа нужно перевести в двоичный код. Надеюсь, у вас получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА